День был замечательный. Жарище стояло с самого утра. Настроение такое, что бери сейчас хоть что и делай что угодно. И тут как на зло или наоборот на счастье попались куча бочек, которые были куплены для огуречных процедур. Настал тот миг, когда надо было сделать выбор. Я его сделал. Не скажу, чтобы было просто, но выбрал я красную, как рожа моя после двухчасового нахождения на солнце, бочку. И тут началась история этой самой бочки. Для начала очищаю и удаляю все ненужные надписи и бумажки. Исправляю косяки неудачной разгрузки. Наношу разметки и чувствую не очень комфортное чувство в своем пищеводе. Короче, хватит работать, пора перекусить. Что это такое? Опять что ли? Продолжение следует... Так, ну ты достал, сосед, сейчас я тебя порву в игре. Берегись. Мир кораблей. Это игра с графикой, как в лучших фильмах, зрелищными боями и сюжетом. Придумывайте военные тактики и разносите вражеский флот в дребезги. Игра бесплатная и тянет даже на слабом ПК. Регистрируйся и побеждай своего соседа. Надо было всего 15 минут. Переходи по ссылке в описании, устанавливай игру и надирай жопу своему соседу. А по моей ссылке в описании получайте подарки из премиум магазина на 1000 рублей. Наелся, наигрался, пора и попилить. По разметкам начинаю резать бочку. Пропил и сделал в двух местах и на эти места начал устанавливать петли. По разметке насверлил отверстие и решил сегодня воспользоваться клепками, чтобы вид был более эстетичным. Все то же самое сделал с другой стороны. А следом начал прорезать непрорезанное. В целях эстетики углы было решено допилить полотном по металлу. Долго выдумывать ничего не стал. А для функции упора взял первый попавшийся уголок. И начал с ним колдовать. Способ крепежа был выбран тот же самый, то есть клепки. В один из моментов я даже стал сомневаться в правильности крепежа, но в итоге все прошло гладко. Все тем же способом сверху установил самую дешевую ручку. Широкую горловину заранее вырезал в целях ненадобности. Так, все, верхушку обработал, пора приступать к нижней обработке. Повалив бочку на бок, начал размечать линии реза. Прорезав одну сторону, откинул сторонку УШМ и присобачил две петли рядом. Все тем же способом. На край, чтобы дверь сама не открывалась, приделал шпингалет. Ну а после все дорезал и дверца отворилась. Так, все идет по плану, но нижняя дверца жидковата. Недолго думая, принимаю решение усилить ее двумя кусками арматуры восьмой толщины. Приварив их к внутренней стороне дверцы, заранее согнув их под определенный радиус. Приварив их кусками арматуры восьмой толщины. С самой бочкой разобрался. Сгромозив ее повыше и поставив ее на чистую фанерку, обвел форму бочки карандашом. От руки провел вторую линию на пару сантиметров меньше. И теперь по этому шаблону начал заниматься следующей интересной деталью. Основание делаю на своем губозакаточном станке. Из метровой арматуры делаю круг и концы свариваю. Получается колечко нужного диаметра. На это колечко я начинаю приваривать ту же арматуру с шагом в 4-5 сантиметров. По итогу получается так. К этой же детали привариваю три ножки из арматуре более толстого сечения. Очередную деталь в сторонку. Приступаю к колесам от старого трехколесного велика. Два колеса независимы друг от друга. Свариваю их на одну ось. Перевернув бочку кверх ногами, примеряю и ищу наиболее подходящее положение. Выбрав подходящую позу, прихватываю по краям. Двумя кусками арматуры усиливаю дно бочки. И напротив колес устанавливаю вровень с колесами упор. Остались сущие мелочи. На то место, где выпилил горловину устанавливаю двухметровую трубу. А из куска шланга и арматуры восьмерки делаю что-то в виде буквы П. Приступаю к заготовку. Просверлив края бочки в районе трубы, фиксирую с помощью полуавтомата к бочке. Ну что же, все готово. Я радостно выхожу на тестирование. Все началось так, как и должно. Но только я зажег, я понял, что первый блин комал, точнее краска. А еще и оставшееся масло в бочке. Вместе они создали такую ядерную смесь, что я думал соседи вызовут пожарку. Ну вроде все обошлось. И я уже на следующий день со спокойной душой жег мусор в своей новой бочке для мусора. Субтитры сделал DimaTorzok